В этом году акция «Наш лес в саде дерева» проходит в деревне Алексеевка. Мы, редакция из ТРРФ, тоже поддерживаем эту традицию и ежегодно сажаем сосенки. Так, по одному сажаем. Расстояние от саженца до саженца 80 сантиметров. Вот вообще сейчас почва хорошая для посадки? Нет, нет, не соответствует посадке, потому что сухая. Было лето сухое, осень сухая, поэтому, ну, какая есть почва. Но это говорит ли о том, что они плохо приживутся или нет? Ну, если пойдут дожди, если будет потом с пососом, то должны приняться, потому что это подольет немножечко, и почва увлажнится, и будет в нормальном состоянии ее, придет она. Почему и глубже мы копаем? Почему? Потому что еще влага осталась, оно что-нибудь подпитает оттуда. Так, вот мы сделали такую глубокую-глубокую лунку. Вот, и самое главное, это проверить, насколько хорошо саженец сидит. Все, плотненько сидит, можно следующим приходить. Помощь, конечно, большая. И, во-первых, отношение людей будет другое уже и к лесу, и к работникам лесного хозяйства. Не всегда люди понимают, когда производятся какие-то работы в лесу, все сразу думают, ой, особенно когда рубки производятся. Люди думают, все, здесь будут застройки, будут коттеджи. Нет, это проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, после которых, после сплошных санитарных рубок, обязательно создаются насаждения новые, сажаются культуры. Расскажите, почему решили принять участие в этой акции? Дышать чистым воздухом хочется. Ну как же надо следить за своей природой. Да, мы с детьми пришли. А вы как, сами или от организации какой-то? Сами, я от организации. А где вы работаете? Я в администрации. Вы тоже сотрудники администрации? В субботный вечер день были готовы сажать лес. А здесь есть хоть кто-нибудь, кто не работает в администрации? Нет. МЧС. А, МЧС. И танцевальный ансамбль «Василек». Эта акция организована волонтерским центром «Волонтеров помощь детям-сиротам». Изначально это был проект для одного мальчика Андрея. У него ДЦП. Есть договоренность с перерабатывающим заводом в Твери. Им привозят эти крышки. А они, скажем так, деньги за это вторсырье перечисляли на фонд конкретно этому ребенку. В 2016 году, в декабре 2016 года, надо было собрать 8 тонн таких крышечек. Это, да, было эквивалентно 170 тысячам рублей. И в итоге на эти 170 тысяч была куплена ему инвалидная коляска. На сегодняшний день открыт сбор уже для 10-го ребенка. Расскажи, почему ты решил принять участие в акции «Наш лес, посади дерево»? Потому что мы делаем добро, что сажаем лес. Много впечатлений было у тебя? Много. А у твоих одноклассников? Тоже много. Все сидят, кашу едят. Грязные, вспотевшие. А скажи честно, твои одноклассники ради каши пришли или ради леса? Не знаю. А ты ради каши? А ты ради чего? Ради леса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова